6 августа 2021 года вступил в силу новый формат фискальных документов FFD 1.2 и начиная с этой даты все предприниматели которые используют онлайн-кассы и продают товары подлежащие обязательной маркировке обязаны перейти на работу с фискальными накопителями которые поддерживают новую версию FFD 1.2 в данном видеоролике мы посмотрим какие дополнительные настройки появились в сервисе мойсклад в связи с переходом на FFD 1.2 и как сейчас выглядит процесс продажи маркированного товара вначале давайте выясним а что изменилось с переходом на FFD 1.2 изменился процесс проверки кодов маркировки если раньше на кассе происходило только техническая проверка формата кода то сейчас при продаже код маркировки проходит три проверки это структура кода криптохвост это специальный код проверки который содержится в коде маркировки и то что данный код был введен в это происходит в режиме онлайн и результат такой проверки во первых сразу отображается на кассе а во вторых будет напечатано на кассовом чеке в каком виде это будет напечатано мы посмотрим с вами чуть позже а сейчас мы перейдем сервис мой склад и посмотрим какие настройки появились в точке продаж перехожу в раздел розница точки продаж у меня есть одна точка продаж я ее открываю и нажимаю редактировать в настройках точки продаж нахожу раздел маркировка и здесь я могу выбрать один из трех вариантов работы с маркированными товарами здесь я предлагаю остановиться и подробно разобраться на что будет влиять тот или иной вариант мы с вами уже знаем что при сканировании кода маркировки на кассе при работе по ffd12 происходит онлайн проверка данного кода и в результате такой проверки возможны четыре варианта или статуса проверки это без ошибок не удалось проверить есть ошибки и истекло время проверки а вот настройка продажи маркированных товаров как раз и влияет на то с каким статусом проверки мы можем продавать маркированные товары первое только с правильными кодами этот вариант установлен по умолчанию и это самый строгий вариант он допускает продажу только правильных кодов маркировки со статусом без ошибок если в чеке есть товар со статусом есть ошибки или не удалось проверить то продать такие товары не получится и в этом мы с вами дальше убедимся второй вариант продавать товары с правильными кодами маркировки и те которые не удалось проверить при такой настройке мы сможем продать товары у которых в результате онлайн проверки статус без ошибок или не удалось проверить такой статус может возникнуть например при обрыве связи в цепочке проверки кода возможно недоступна система честный знак или ofd или возникли другие технические неполадки третий вариант все независимо от результатов проверки кодов маркировки при такой настройке будут продаваться товары со статусами без ошибок не удалось проверить и есть ошибки а вот если в результате онлайн проверки кода мы видим статус истекло время проверки то такой товар продать мы не сможем ни при каких настройках мы разобрались со статусами проверки кодов и возможными настройками давайте дальше перейдем в кассовое приложение и посмотрим как выглядит работа с маркированными товарами в соответствии с FFD 1.2 на кассе. Переходим в кассовое приложение. Давайте убедимся, что на моей подключенной кассе версия формата фискальных документов 1.2. Для этого перейдем в настройки ККТ. Видим, что у меня сейчас подключена касса ATOL 30F и формат фискальных документов 1.2. Дальше вернемся в продажу. Что касается продажи немаркированного товара, то здесь ничего не изменилось. Товары можно продавать так, как вы делали это раньше. Давайте посмотрим, как выглядит продажа маркированного товара. Сканирую код маркировки. Напомню, что сейчас у меня установлен первый, самый строгий режим работы, только с правильными кодами. Вижу, что идет проверка кода, код проверен и статус данного кода без ошибок. Перейду в редактор позиции, отсканирую еще один код маркировки. Идет проверка. Статус не удалось проверить. Сканирую следующий код маркировки. Статус есть ошибки. В результате в одном чеке мы с вами получили три возможных статуса. При установленном режиме «Только с правильными кодами» я смогу продать товар, у которого код со статусом «Без ошибок». При установленном режиме «Продавать товары с правильными кодами маркировки» и те, которые не удалось проверить, я смогу продать товары, у которых коды со статусами «Без ошибок» и не удалось проверить. И при установленном режиме «Все», независимо от результатов проверки кодов маркировки, я смогу продать товары со всеми тремя статусами. Давайте в этом убедимся. У меня выставлен строгий режим, я пытаюсь перейти к оплате, нажимаю кнопку итог и вижу сообщение, что я не могу продавать товары с ошибками в кодах маркировки. Закрываю предупреждение, вернусь в чек и удалю позицию, у которой статус кода есть ошибки. Сохраняю. Перехожу к оплате и у меня появляется то же самое предупреждение. В чеке присутствует код, который не прошел проверку. Закрываю это окно, перехожу в чек и удаляю код со статусом не удалось проверить. Сохраняю. Еще раз перехожу к оплате и теперь уже никаких ошибок касса мне не выдает. Я могу принимать оплату. Выберу наличные. На кассе печатается вот такой чек. Обратите внимание на префикс. Это буква М в квадратных скобках, который печатается на чеке напротив маркированного товара. В FFD 1.2 он стал более вариативным. М со знаком плюс означает, что проверка прошла успешно и на кассе и в системе честный знак. Ну а для покупателя это означает, что он приобрел оригинальный маркированный товар. Далее давайте посмотрим, как работает режим продавать товары с правильными кодами маркировки и те, которые не удалось проверить. Возвращаюсь в настройки точки продаж и установлю второй вариант работы. Сохраняю. Перехожу на кассу. Иду в настройки, синхронизация, загрузить данные. Это нужно для того, чтобы на кассу передались обновленные данные настроек. Идем в продажу. Сканирую первый код без ошибок. Второй код без и сразу третий. Перехожу в редактор чека и вижу три кода с тремя статусами. Пробую продать. Появляется ошибка. В чеке есть товары, коды которых не прошли проверку. Закрываю окно с ошибкой. Возвращаюсь в редактор чеков. Удаляю код со статусом есть ошибки. Сохраняю. Перехожу к оплате. Выбираю оплаты наличными. Чек закрывается. Продажа завершена. На бумажном чеке мы видим два проданных маркированных товара. У одного из них префикс M с плюсом, а у второго просто M. Это означает, что один товар в чеке прошел все проверки успешно, а у второго как минимум одна проверка не была проведена. Ну и нам с вами осталось посмотреть работу третьего варианта, когда касса будет пропускать все коды, независимо от результатов проверки. Для этого перехожу в сервис мой склад, выбираю редактировать точку продаж и выбираю третий вариант работы. Возвращаюсь на кассу, синхронизирую настройки. Далее сканирую три кода маркировки с разными статусами. Перехожу к оплате. Никаких ошибок у меня уже не появляется. Принимаю оплату наличными. На кассе печатается вот такой чек. Видим три разных префикса. M плюс, M и M минус. Первые два мы с вами рассмотрели в предыдущих примерах. А префикс M с минусом означает, что хотя бы одна из проверок была провалена. Хочу обратить ваше внимание на то, что использование третьего режима возможно только тогда, когда вы на 100% уверены в правильности кода маркировки. Но он по каким-то независящим от вас причинам не может пройти онлайн проверку. Следить за качеством кодов маркировки стало обязанностью предпринимателя. Из-за нарушения, допущенные при передаче сведений в систему маркировки, предусмотрены крупные штрафы. Дальше рассмотрим, как оформить возврат маркированного товара. Открываю меню, перехожу в возвраты, нахожу нужный чек, например по номеру, открываю его, нажимаю кнопку создать возврат. Сканирую код маркировки, идет проверка кода, код без ошибок, закрываю чек. На кассовом чеке мы видим, что это возврат прихода и префикс M с плюсом. То есть на чеках возврата мы также видим статусы проверки кодов маркировки. Ну а если код маркировки поврежден или утерян покупателем, то в этом случае мы находим нужный товар и делаем его возврат как немаркированного товара. Нажимаю создать возврат, указываю количество, нажимаю к возврату. На кассе печатается чек возврата прихода без буквы M. Далее в личном кабинете честного знака нам необходимо сделать перевыпуск кода маркировки и вернуть его в оборот.